Добрый день, мобильник футбола. 17-й тур нашего чемпионата завершился. Программа играла с Рязани, победила со счетом 1-0. Первым на пресс-конференцию приглашен главный тренер команды гостей Рязани Гармик Арминакович Авалян. Гармик Арминакович, ваш комментарий, пожалуйста. Ну что можно комментировать? Сыграли, игру проиграли. Конечно, ощущение плохое, но, конечно, есть претензии в общей команде по содержанию игры. Хотя были моменты, мы не забили. Конечно, в начале первом тайме, в третьем моменте было, если помните, в начале прям там нападающий перебрасывал ротаря. Но там не попасть, пустые ворота тоже. Потом в момент там попали мы в штангу, потом во втором тайме переглазили, хотя и в наши ворота тоже были штангами, там была и все равно, ну, скажем так, такая обоюдная, хриотичная, равная игра была, и в итоге мы проиграли. Конечно, недовольны результатом. Двойне недовольны тем, что так закончили вот запутинную игру этого отрезка. На зимний перерыв мы уходим, скажем так, с нерча, это хорошее настроение. Потому что, ну, все равно, как бы, я понимаю, там, команда молодая, играющая, но все равно мы, как обычно, хорошо вот с вашей командой играем. Там такая интересная, более интересная игра получалась за свиньи, немножко такую, опять скажем, такая не очень-то содержательная. Хотя, очень много было хаоса, что с одной, что с другой стороны. Ну, претензии есть, опять же, претензии в том плане, в исполнительском отношении. А так, по самодаче ребята отдались ровно столько, сколько могли. Молодежь вышла тоже, пока они играют на этой, на этом этапе вот они готовы ровно столько, конечно. Нужно время для обучения, для того, чтобы они прогрессировали. Но пока вот мы готовы ровно столько, насколько показали. Первый гол, который забил Старагиновым, имеет какое-то значение. Можно сказать его решающим причином, каким-то моментом? Да я бы не сказал бы, чтобы гол. Ну, какая разница, пока бы, но все равно это мгновение. Ну, пропустили, говорит, дальше у нас вся игра впереди, на что-то там. Даже если не забыли, ну, могли бы, если не пропустили, но сыграть тогда бы ничего. Опять, что это дает там, в принципе, опять говорю, если по содержанию, конечно, там нужно прибавить, нужно поагрессивнее играть и все, что бояться или как там. Это, опять говорю, не в силу того, чтобы там ребята испугались или не могли. Просто вот на данный момент они играют пока так. Конечно, хочется, не хватает пока такой хорошей игры впереди, плюс в центре поле и в обороне, вот из-за этих грошей мы пропускаем колыбию. И в итоге вот проигрыш постоянно. То, что не свойственно нашей команде, потому что, наверное, вы тоже следите, вот последние эти годы мы, вроде, команда у нас нормальная играет, и очки набираем там, и постоянно там в лидерах, а сейчас мы находимся на том месте, на котором мы не должны находиться. Я имею в виду рязанской команды. Конечно, есть здесь объективная, субъективная причина по этому-то. А вот сегодня ваше главное оружие, как у нас стандартное положение, не совсем, да, сыграли? Или вы... Да, ну, наше главное оружие, наша вся игра. Да, но сегодня не получилось, скажем так, откровенно ничего. Что впереди, что в центре поле. Плюс, как бы это ни было, все равно получаются ошибки, сзади они... Почему мы всегда говорим, защитники не имеют права ошибаться. Если впереди еще, хотя это неправильная мысль, но это так. Впереди, если нападающий может не забить, если нападающий не забил, это ничего не значит, скажем так, я это не проигрыш. Но защитник, когда пропускают, это мы проигрываем. Почему говорят там, надо надежно играть в обороне, вся команда, когда играет в обороне, а впереди, уже, пожалуйста, импровизировать. У нас не получилось ни то, ни другого, хотя моменты были. Вот при такой плохой игре у нас тричные моменты были. Мы не спорили. Конечно, мы виноваты. Хотя, может быть, и соперник тоже, все равно. Хорошая, молодая, обученная команда. Играли, и, наверное, мы сыграли ровно столько, сколько нам позвали. Две бородные замены, довольно редкий в футболе момент, да? Ситуация, когда у природы этого. Да нет, ну просто мы хотели еще перестановку делать, выдвинули Маричева вперед, а выпускать опять нападающий у нас вперед, а вместо Маричева, чтобы вакуум осталось, поэтому мы сделали такую рапироку, сделали молодого выпустили. Вместо центра поля Амарича мы выдвинули вперед. Не из-за того, что он там хорошо сыграл или неплохо, а не сядь, знаково сыграл. Кто чуть лучше, кто чуть хуже. А так, опять же, конечно, недоволен, результатом недоволен и содержимое игрок. Спасибо за комментарии. Коллеги, вопросы есть? У вас достаточно опыт, ну, возрастная команда, и молодежь в основном только на замену выходит. Стоит ли ждать весной более большого количества молодых футболистов, скажем, в первую минуту? Ну, если брать, если вы берете по списку, который у нас, у нас из этих опытных игроков ветеранов не играли, ни Елисеев не играли, много ребят, которые не играли, скажем так, ветеранов. Это не за то, что они ветераны, просто травма, там, и суда, и с тобой. А так, молодежь, у нас достаточно количество молодых ребят своих, и плюс есть там, вот один тоже, этот, седьмой номер, который Илья Карпух, там, он тоже молодой парень, ну, не наш, конечно, он приезжий, но все равно тоже молодой. Но мы не смотрим, молодой, на поле играет футболисты, какие молодые. Вот за поле, если в раздевалке еще где-то там молодые, там не старики, а так на поле все одинаково играют, вернее, не играют одинаково, все футболисты. Вышли на поле, там никакого уже нет, не существует, там должны играть. Хорошо играет, какая радость, если он ветеран, но еще играет, он должен играть. Если молодой, это не значит, что у него поблажь, для него там на поле. На тренировке пускайте пашет, а здесь пускай играет. Если мы видим, что он пока не очень готов, мы его не ставим. Хотя, опять же, у нас очень много молодых ребят, и местных человек 15-16, наши местные пацаны, которые, ну, играют. Для того, чтобы они прогрессировали, они должны прогрессировать, мы уверены, нужно немножко времени. Но, как обычно, получается, то есть, голову поднимают, уже поступают предложения, и ребята там уже думают, и некоторые уходят. Мы пока не можем их придержать у себя. Я имею в виду, уже не конкретно по игре, а по другим аспектам. Поэтому, ведь нормальное влияние, это футбол, кто-то уходит, кто-то приходит. Поэтому, акцент уже сделай на своих молодых ребят. У нас школа работ, дома там, и потихонечку, потихонечку. У нас как таковой нет, как у вас там, школа существует. У нас есть система, которая, ну, у нас есть дубль, есть другие возрасты, которые потихонечку, поступательно переходят из одной возрастной группы в другую. Дубль из дубля, уже мы подтягиваем ребят сюда потихонечку. Такой же, вот, пожалуйста, у нас играл опять 20-го мы выпустили, номер Миши Сантерлина, он тоже наш молодой местный парень, который получил травму и заменился обратно. Голеностопом, и он тоже местный наш парень, который и за сборную играет, за Миши Сантерлина. Сегодня не получил фенеры, получил сразу травму. По крайней мере, вот на данный момент, вот эти последние год-два, уже вот поступательное такое движение, хорошее, скажем так, система немножко начинает работать у нас. Я думаю, дальше должно уже налазиться вот эта система, и это будет хорошо. Все, спасибо, удачи вам. Давайте, до свидания.